Беседа с Батюшкой Блогинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, Тетя Саркадий. Добрый вечер, Денис. Благословите наших телезрителей. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благословен Бог наш, милующий и спасающий нас. Ну и для наших телезрителей я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы, ну и комментируйте нашу сегодняшнюю тему. Ну вот сегодня, Атец Аркадий, с вами мы хотели обсудить тему календарного вопроса. Ни для кого, наверное, не секрет, что Западная Католическая Церковь уже встретила праздник Рождества Христова 25 декабря. Вот вместе с ними, точнее сказать, не вместе с ними, а в этот же самый день, и ряд православных восточных церквей также отметил праздник Светлого Христова Рождества. Однако мы, а также еще некоторые православные церкви встречают праздник Рождества Христова 7 января. И вот получается такое разделение, в чем же оно заключается и почему именно таким образом? Ну, я бы просто сразу уточнил, что из всех 15 поместных православных церквей не встретили Рождество еще и будут встречать его по гражданскому календарю 7 января. Это будет Русская Церковь, Сербская Церковь, Иерусалимская и Грузинские Церкви. Все остальные православные церкви в течение XX века, если быть более точным, большинство из них в 1924 году перешли на потребление в отношении неподвижного цикла праздников, нового календаря. Но сразу же предупреждая, скажем так, вопрос в будущем, я хочу сразу же отметить этот момент, что иногда заблуждаются и обвиняют православную церковь Константинопольскую, церковь Элладскую и другие, в том, что они новостильники, в том, что они перешли на календарь, которым пользуются католики, на грегорианский календарь, так называемый. Это не совсем точно. В 1924 году Константинопольская Церковь, за ней и в последующем и другие грекоязычные церкви, перешли на так называемый Ново-Юлианский календарь. Ну вот эту разницу мы, наверное, в названиях, и почему они так называются, еще сегодня затронем. Т.е. Аркадий, давайте на этом немножечко остановимся. У нас первый звоночек, нам звонят из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, я Анастасия из Екатеринбурга. Батюшка, у меня такой вопрос. Во время вечерней службы диакон со свечкой в руке читает 50-й псалом и другие молитвы. В церкви гасится свет, и мы тушим на подсветниках все свечи, кроме одной. Зачем это делается и что означает? Спасибо. Тут, наверное, скорее в виду имеется 6-псалмия. Да. 6-псалмия, да. Да, я понял, что имеется в виду 6-псалмия, которая читается в начале утренней. Почему гасятся все свечи? Ну, я просто объясню это, постараюсь проще. Дело в том, что в современной практике мы допускаем некоторое отступление от принятого устава совершения богослужений и начинаем служить утреннюю сразу же после окончания вечерней. То есть, фактически соединяем вечернюю и утренню и служим ее с вечера. Если подразумевать, что эти богослужения начинаются в разное время, то, исходя из предписания типикона о времени возжжения свечей и лампад, то сначала в богослужении не возжигаются свечи. И горит только там лампады, значит, натябле перед иконами местного ряда иконостаса, спасителя и Божьей Матери. А когда служба подходит к своему торжественному моменту, тогда возжигаются и все прочие светильники. Так говорит устав, это справедливо в отношении богослужения утренней, которое сама по себе с шестапсалмия начинается. Поэтому в этот момент начала богослужения храм покружен во мрак. В этом есть и символический некий знак, что ли, смысл. Потому что шестапсалмия, составляющая начало богослужения утренней, исполнена такого покаянно-хвалебного характера. В нем есть и благодарность праведника к Богу, есть и сетование о гонениях на него, то есть там чередование таких. И в целом это такой момент, который располагает человека к молитвенно-покаянному настроению. И в типиконе содержится указание о том, как нужно читать шестапсалмия, как нужно молиться во межстапсалмия, нужно предельно сосредоточившись. Там говорится так, что никто не дерзнет в этот момент не двинуться, не просморкаться, шептать или еще что-то. То есть полная тишина благоговения. Те, кто даже не могут стоять, указывается, чтобы они просто на это время немощные вышли из храма в притвор, даже такое, с тем, чтобы не нарушать в целом хождением, передвижением вот этой молитвенной атмосферы. Поэтому, конечно, уместно во время шестапсалмия, когда в храме все свечи погашены, но одна оставляется для того, чтобы после прочтения шестапсалмия в дальнейшем снова возжечь светильники. В общем-то, вот в этом, что одна, две останутся, в этом никакого символизма нет. Спасибо, отец Аркадий. Вот мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме, говорим о календарном опросе. Собственно, связано это с празднованием Рождества Христова. Ну, вот раз мы в преддверии этого праздника, соответственно, актуально рассмотреть эту тему. Ну, и вот эти с Аркадией мы остановились на том, что существует несколько календарных систем, да, это Григорианская, Юлианская, Новоюлианская. Так все-таки почему мы вот так разошлись, получается, между церквями? Ну, вот к этому переходу православных церквей в 1924 году на Новоюлианский календарный стиль предшествовали консультации, совещание, которое в 1923 году проводилось в Константинополе. Ну, в то время в нашем Отечестве, это был очень сложный исторический период, только что закончилась Гражданская война, страна находилась в разрухе, церковь подвергалась гонению, фактически ввелась политика на полное уничтожение церкви. Поэтому стороны Русской Церкви было трудно принять участие в этом совещании, но мнение Патриарха Тихона было все-таки представлено. Большинство участников совещания тогда все-таки решили, что не стоит пока к этому вопросу обращаться. Ну, а год спустя Константинопольский Патриарх собственным уже решением отношения к Константинопольской Церкви эту реформу провел. Но реформа непоследовательна в том смысле, что на новый календарный стиль переведены только неподвижные праздники. И в отношении Пасхи Церкви, Православная Церковь, Единая Пасха всеми Церквями Православными празднуется в один день с употреблением старой Пасхали, основанной на юлианском календаре, за исключением только Финляндской Православной Церкви, которая и Пасхалию перевела тоже на новый стиль. Ну, на это, может быть, у них были свои собственные причины, так как страна Финляндия, конечно, преимущественно лютеранское население там, православные составляют определенную часть и довольно значительно, но все-таки не настолько большую. И, видимо, может быть, с целью какого-то общего единства в стране Финская Церковь на это пошла. Вот скажите, Отец Аркадий, принципиально ли празднование даты Рождества Христова предваряется 7 января или 25 декабря? Ведь мы знаем, что в Евангелии достаточно точного определения касательно даже этой даты мы не найдем. Ну, во-первых, надо сразу же уточнить, чтобы в этот момент, здесь не то, чтобы одни празднуют 25 декабря, другие 27 января, мы все празднуем 25 декабря. Только разница заключается в том, что Русская Православная Церковь, пользуясь так называемым старым стилем, или вот именно сам Юлианским календарем, празднует праздник Рождества Христова 25 декабря, в силу того, что Юлианский календарь отстает от гражданского календаря на сегодняшний момент на 13 дней, соответственно, эта дата приходится на 7 января. Ну вот, принципиально или нет, мы видим, что, какой момент, что, во-первых, единение как таковое не нарушается, то есть дата празднования не нарушается. Как она была определена в IV веке, определилась дата этого праздника, так и до сих пор Церковь празднует ее 25 декабря. Поэтому мы не говорим о переносе каких-либо праздников, а вот употребление того или иного стиля в жизни Церкви, это вопрос, конечно, дискутируемый, но я думаю, что, например, для Русской Церкви на сегодняшний день поднимать этот вопрос было бы пока рано, то есть не актуально, с тем, чтобы не смущать очень многих, не вызывать, может быть, даже, чтобы даже предотвратить расколы по этому вопросу, который произошел в Греческой Церкви. Спасибо, Батя Царкадий. У нас еще один звоночек, нас звонят из Пермского края. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Батюшка. Добрый вечер. Я раба Божия Галина из Пермского края. Батюшка, благословите меня. Благословен Бог наш. Скажи, помогите мне, пожалуйста, как помочь племяннику, который дважды был в Чечне, он пришел с поломанной душой, он пьет, крадет из дома, оскорбляет бабушку. Я ездила к батюшке в Ижевск, и он мне дал совет, что тетка не должна приезжать, а должен приехать только отец и мать, а отец и мать неверующие, а он скатывается все больше и больше. Что делать? Посоветуйте, пожалуйста. Я не понял, почему так батюшка сказал, что должен приехать? Не знаю, не знаю. А для чего приехать-то? Я не знаю, я сказала, что они должны покаяться, исповедоваться, покаяться, но они неверующие люди, вот что. А у меня вот сердце разрывается, я не знаю, что делать. Понятно. Ну, я, конечно, сочувствую горе у этой женщины, потому что, да, это серьезная проблема для молодых людей, которые в силу долга своего перед Отечеством довелось принять участие в военных действиях. Конечно, война накладывает глубокий отпечаток на психику человека, на душу человека. Когда человек стоит лицом перед смертью, ему трудно вот это вот все понести, тем более, как если человек неверующий. Поэтому главная здесь трудность в том, что вот этот молодой человек не нашел веры, у него нет основания его жизни, поэтому вот так она, его жизнь так подорвана сейчас. И я верю, что можно было бы измениться ему в первую очередь, если бы он нашел эту веру, если бы он обрел ее, если бы, наконец, нашелся человек, который бы помог ему сделать этот первый шаг. Да, конечно, ответственность родителей в отношении воспитания здесь имеет значение, потому что, будучи сами неверующими, они, естественно, не привили какое-то вот этого духовного понимания, духовного видения своему чаду, от чего он, может быть, теперь и страдает в основном. Но вот комментировать рекомендации этого священнослужителя из Ижевска я, конечно, не берусь, я не совсем понял смысла. Но остается только вот в этой ситуации женщина, которая задавала вопрос, рекомендовать молиться, усиленно молиться. Может быть, Господь, видя усердие человека в молитве, поможет вот этому юноше, этому молодому человеку, как-то вот в жизни какой-то даст ему такую вот ситуацию, когда у него будет возможность увидеть Бога, скажем так, встретиться с ним, и это действительно может стать поворотным в его судьбе. Спасибо, отец Аркадий, но вот мы возвращаемся к нашей сегодняшней тематике. Мы говорим о церковных, о календарных системах. Вы говорили Григорианский, Юлианский, Новый Юлианский, а также употребляли термины такие, как старый стиль, новый стиль. И вот чтобы не было, может быть, какой-то путаницы определенной, давайте вот как-то разберемся. Давайте краткий исторический, я скоро сделаю. Ну, во-первых, будем стараться делать это очень кратко. Григорианский календарь носит имя Гая Юлии Цезаря, который в 46-м году до нашей эры эту реформу провел. Собственно, разработчиком этой календарной системы был астроном Сазиген, то есть группа астрономов Александрийских во главе с Сазигеном. Употребление он был введен с 1 января 45-го года до нашей эры. После смерти Цезаря в календарь была внесена некоторая путаница, и вновь исправил его уже племянник Цезаря Август, который эту ошибку исправил. И, можно так сказать, с 8-го года уже нашей эры календарь действует до нашего времени в таком неизменном ритме. Самое главное преимущество этого календаря в его простоте, смысл его заключается в чередовании простых и високосных годов. То есть цикл его составляет 4 года, 3 года в нем простые, имеющие продолжительность 365 дней, 1 год, 366 дней, то есть один дополнительный день. Само название «високосный год» происходит от латинского «bisectos», что означает «второй, шестой», если дословно переводить. Дело в том, что високосный день изначально вносился, следовал 24 февраля, если переводить наши даты, но римский порядок исчисления дней несколько отличный. Там дни считались в обратном порядке. Календы – это начало, первый день месяца, и, соответственно, последние дни месяца считались до календок. Так вот, шестой день до мартовских календ, сюда и вставлялся второй этот самый день високосный, так получалось как бы второй, шестой до мартовских календ. Отсюда слово «bisectos», «високосный», вот уже в русский язык, в язык это перешло как «високос». Айти, Аркадий, давайте как раз на григорианском календаре остановимся. У нас звоночек, нам звонят из Новосибирска. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите? Благословит Бог у вас. Батюшка, мы с женой больны, ну больны его бы, так? Нам нужно это узнать на Новый год, что можно есть? Вы спрашиваете, что в трапезе кушать? Да, да, да. Ну, спасибо за наш вопрос. Скажем так, исходя из требований устава, мы сейчас находимся в периоде рождественского поста, потому что мы празднуем праздник по старому стилю, для нас рождественский пост еще не закончился. 31 декабря приходится на среду, 1 января, четверг. В принципе, вот эта вот среда, это строгий пост, и, в общем-то, по уставу нельзя даже рыбу вкушать в этот день. А со 2 января начинается предпразднство Рождества, когда уже во все дни отменяется вкушение рыбы, то есть более строгий пост. Но здесь уже такой момент, исходя от того, что вот люди говорят, что они больны, то, конечно, имело смысл советоваться со священником в отношении соблюдения поста, то есть так, чтобы не вредить своему здоровью. Но, в общем, мы должны помнить, что, хотя, конечно, 1 января, 31 декабря, 1 января, это празднование Нового года, кстати говоря, празднование новолетия 1 января установлено как раз в Юлианском календаре, Юлианской реформой. А до этого был распространенный так называемый мартовский весенний год, когда год исчислялся с 1 марта. Так вот, здесь, конечно, следовало бы призвать верующих людей воздерживаться от чрезмерного веселья и так далее, потому что не подобает днем поста. Но, с другой стороны, я бы не стал совершенно запрещать и отрицать, как таковой этот праздник новолетия, потому что мы все-таки живем с людьми рядом, и мы можем для себя, так сказать, какое-то воздержание, ограничение устанавливать, но не должны обличать или обижать этим наших близких людей, чтобы не просто этим самым не возгордиться, не чеславиться. А что конкретно в этот день вкушать, какую трапезу? Ну, исходя из того, что это пост. Вот так. Давайте я с Аркадьей продолжу. Мы остановились на Григорианском календаре. Вот что это такое? Итак, Григорианский календарь, собственно, это реформа, проведенная в XVI столетии, ближе к его концу, если быть более точным, в 1582 году, папой Григорием XIII. Ну, собственно, не он был разработчиком, опять же, он был инициатором этой реформы, хотя обращение или, скажем, идея реформы витала в воздухе, начиная с XV века в Западной Европе, но осуществилась она только в конце XVI века. В чем смысл? Для чего это было сделано? Юлианский календарь, имея простую структуру, чередование в этих четырехлетний цикл, к сожалению, средний юлианский год, продолжительность его получается 365,25 суток, это больше, чем продолжительность тропического года, то есть продолжительность между двумя прохождениями орбиты Земли в дни весеннего равноденствия. Вот. И, то есть, таким образом, юлианский календарь, он опаздывает по отношению к астрономическому, и накапливается вот это вот отставание в днях, примерно в одни сутки за 128 лет. Так что, с начала эры до IV столетия, например, день весеннего равноденствия переместился уже на три дня, с 24 марта на 21 марта, а с днем весеннего равноденствия связан порядок определения исчисления Пасхи, главного праздника христианской церкви, и поэтому Папой Григорием XIII вот эта реформа была проведена с целью, в первую очередь, чтобы день весеннего равноденства вернуть на его законное место, учитывая, что за прошедшие 16 столетий вот это вот отставание юлианского календаря накопилось уже в 10 дней по отношению к IV веку. И, таким образом, в 1582 году, после 5 октября, сразу же следовало в календаре 15 октября, с теми, чтобы устранить эти вот разницы 10 дней, а с тем, чтобы эта ошибка не накапливалась более, то в григорианской системе внесена поправка, что високосным является не каждый четвертый год, а в отношении столетних годов, которые по юлианскому календарю априори являются високосными, по григорианскому только те, которые, или порядковый номер столетий которых, кратен четырем. То есть, например, соответственно, 16 столетий, 1600 год был високосным в обоих случаях, 1700, 800, 900 были по юлианскому високосными, по григорианскому нет. И вот разница на сегодняшний день составляет уже теперь 13 дней. Спасибо, отец Аркадий. У нас еще один звоночек, нас звонят из Сочи. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Спасибо, спасибо, вас господи. Меня зовут Александр, я из города Сочи. Я хотел попросить вас разъяснить, вот мне, и многие, я знаю, что задаются этим вопросом, почему именно вот сейчас идет пост, да, их вообще четыре существует, да, в году. Почему именно по каким-то они временным рамкам вот так вот разделены, именно вот, допустим, вот сейчас, да, потом начинается там марте, весной пост, почему, где это вообще сказано, как можно узнать, и говорил ли Иисус Христос о том, что важно именно поститься в какое-то время определенное, или можно это как-то по ощущениям своим делать, когда ты чувствуешь душу и тело загрязнено. Вот такой вот у меня вопрос. Спасибо, Ваше, за ваш вопрос. Спасибо. Во-первых, прямо скажем, что Евангелие, или скажем так, сам Господь Иисус Христос не устанавливал постов определенных, да, как, собственно говоря, не устанавливал он и очень многого другого, в этом не было смысла, потому что Господь пришел не для того, чтобы что-то установить, а для того, чтобы совершить спасение человека. И спасение это совершается через учрежденную им церковь в лице апостолов, благодатью Святого Духа и проповедью слова о Христе, распространившуюся во всем мире. Ну, в отношении каких-то моментов обычно говорится, что, вот, Евангелие сообщает нам, что по воскресенье своим Господь на протяжении 40 дней являлся своим ученикам, о чем беседовал он с ними, Евангелие не сообщает. Поэтому мы можем предполагать, что какие-то моменты, вот, в отношении устроения, что ли, могли быть там и установлены, но самое главное, что сам Господь дал пример совершения поста, ибо по своем крещении от Иоанна Предтечи он удаляется в пустыне, где пребывает в течение 40 дней в посте. И пост сам по себе и до пришествия Христова, то есть в Церкви Ветхозаветной, мы тоже встречаемся с примерами такого поста, 40 дней постился пророк Илья, 40 дней постился пророк Моисей, прежде чем имел откровение от Бога. И, таким образом, мы можем говорить о богоучрежденности по существу вот этого поста, о том, что это благодатное время и необходимое. Сам Господь сказал, что постом и молитвой только противостоит человек, изгоняется бесовская сила, бес от человека отгоняется. То есть это оружие духовное в нашей борьбе, противостояние с миром духов. А что касается учреждения конкретных, уже, скажем, календаря вот этого постов, то самыми древними постами в церкви являются Среда и Пятница. О них упоминается уже в первые века христианства. Сорокодневный продолжительный пост, который теперь называется Великим постом, или Четыридесятницей, в преддверии праздника Пасхи, появляется на рубеже Третьего в Четвертом веках. Там еще его продолжительность колеблется. Как таковое хранение поста перед праздником Пасхи упоминается и в более раннее время, и во Втором, и в Третьем веке. Но вот сорокодневным он становится чуть позже, с Четвертого века. Все остальные посты, многодневные, как то и рождественский пост, определились, были установлены позже. Так как и сам календарь праздников, цикл праздников церковных, он тоже формировался постепенно. Например, праздник Рождества Христова определяется, учреждается в Римской церкви, например, только в Четвертом веке, в середине Четвертого века. А пост рождественский появился много столетий позже. И даже в Четырнадцатом веке известный наш канонист, толкователь канонов, патриарх антиохийский Федор Вальсамон, говорил о том, что рождественский пост в полном объеме, обязательным его хранением является для монашествующих, а для остальных только последние недели, две недели перед праздником. Но в настоящее время, впоследствии, русская, особенно православная церковь, в этом отношении была более строгей. И то, что правило предписывало для монашествующих, распространило вообще в отношении всех. Поэтому у нас принята есть такая традиция совершать многодемные посты всем верующим. И мы поэтому говорим, что это не какой-то канон, скажем так, не догмат. Это традиция, правило благочестия, установленное церковью, которое, конечно, может применяться индивидуально, если состояние здоровья человека не позволяет ему в полном объеме хранить поста. Но, в общем-то, это полезное средство на вопрос о том, что по настроению, по ощущению стоит ли, да, или может. Конечно, нужно в этом вопросе советоваться с духовником. Вообще посты их много. Среда, пятница, многодневные посты в течение года. Дней постных больше, чем дни постных. Поэтому мы еще постимся перед тем, когда готовимся к святому причастию. Храним тоже пост. Этот период называется говением. И если у человека есть ощущение необходимости поста, то, конечно же, он лучше по совету с духовником тоже может его соблюдать. Мы еще раз повторим, что это духовное средство, это вот аскетическое упражнение, которое способствует более глубокому духовному состоянию, когда мы ограничиваем себя, мы воспитываем себя, учим себя быть ограниченными в пище, например, и этим самым приучаем себя ограничиваться, например, в проявлении каких-то наших страстей, гордости, гнева и так далее. Вот так вот. Спасибо, отец Аркадий. Вот, к сожалению, время нашего эфира уже осталось совсем немного. Но может быть, несколько слов сказать о том, как Вы считаете, почему именно выпадение этого праздника, Рождества Христова на 25 декабря? Историю. Ну да, может быть, несколько слов. Я упомянул о том, что дата праздника определилась в 4 веке, и установлена эта дата, которую мы теперь знаем, 25 декабря, была Римской Церковью при Папе Юлии I примерно в 352 году. А почему именно эта дата? Действительно, Евангелие ничего не сообщает нам об этой дате. Мы не знаем даже более или менее точного года, хотя современные ученые, этот вопрос остается дискутируемым на самом деле, но есть мнение в том, что введенная и употребляемая теперь, мы называем это нашей эрой, вообще-то это эра от Рождества Христова, то есть время начала отсчета, да, вот этого календаря, она появилась в 625 году и была вычислена аббатом Дионисием Малым. И такие известные ученые, как вот наш профессор, известный в 19-20 веке, профессор Василий Васильевич Болотов, лучший разноток истории церкви, он сообщает о том, что эта эра ошибочна, то есть истинные даты Рождества Христова, годом Рождества Христова, ошибка состоит примерно на 4 года. Почему? Потому что в настоящее время наука установлена, что царь Ирод Великий, упоминаемый в Евангелии, умер в 4, в апреле месяце 4 года до нашей эры, по нашему исчислению. Так вот, дата 25 декабря, почему она появилась? Считают, что это дата праздника языческого в Риме, и римская церковь устанавливает на эту дату с тем, чтобы христиан отвлечь от этих праздников языческих, привлечь их в эти дни к церкви. Это празднование, по мнению некоторых, в честь Бога Солнца. Это дни, когда зимнее солнцестояние пройдено, когда солнце начинает пребывать. И поэтому здесь некий символизм присутствует тоже. Ну а на Востоке эта дата была введена в употребление несколько позже, и мы видим в трудах святых отцов, что они уже эту дату защищают даже, определяют ее как дату истинного Рождества Христова. Спасибо, Отец Аркадий. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо еще раз за нашу с вами сегодняшнюю беседу. Мы были рады вас видеть сегодня у нас в гостях. Благословите наших телезрителей. Господь да благословит нас и укрепит восставшиеся дни поста. Ну а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»